Здравствуйте! Это программа «Сельские будни». Я ее ведущая Алена Белозерцева. Сегодня мы приехали в Апокское сельское поселение, в деревню Полдарса. Деревня Полдарса – центральная усадьба Апокского сельского поселения. На данный момент здесь проживают около полутора тысяч человек. В основном это пенсионеры. Некоторые приезжают сюда из других районов Вологодщины. Я родилась в Нюксинском районе, в деревне Устье Грудишинское. Там жила 15 лет. Потом уехала. На Сухонском жила долго очень. Сейчас там все прикрылось, сюда переехали. Где вы работали? Я работала в конторе, работала нормировщиком. На нефтебазе, за пробчиком, когда уже там на Сухонском закрыли. А в свободное время Гранислава Васильевна любит вязать крючком, вышивать крестиком. Свои работы она дарит друзьям и знакомым. Это мастер на все руки. Она сама обшила дом, а еще любит и умеет вырезать по дереву. Кроме творческих увлечений, еще остается время и на небольшое хозяйство. Огород и куриц. Домик для которых она также обустроила своими руками. Вообще в Апокском поселении живут и трудятся неравнодушные люди. Они заботятся о том, чтобы деревня развивалась. Помогает участие в различных целевых программах. Мы участвуем в программе «Народный бюджет». Выиграли три проекта в этом году по водоснабжению. Два проекта у нас. И благоустройство детской площадки в деревне Кичуга. Также участвуем в программе «Светлая улица Вологодщина». В рамках проекта «Светлая улица Вологодщина» в поселение планируется заменить 10 светильников. Большая часть населения трудоустроена в бюджетной сфере. Больницы, садики и школы. Надежда Рожина, директор местной школы, родилась в Великомустюге. Окончила педагогический колледж и по распределению попала в Полдорсу. С тех пор так и осталось здесь работать. Всего в Полдорской школе трудится 20 педагогов. В основном это люди уже пенсионного возраста. Учеников чуть больше – 80. А численность самого большого класса – 12 человек. Наши дети широко ездят на соревнования по спортивному туризму. На лыжных дистанциях, на летних дистанциях. В этом году ездили в Республику Морел чемпионат первенства России. Девочки у нас лично заняли первое место в связке, в группе. То есть вот такие результаты. Кроме того, Зорница район на соревнования. В этом году одна группа выступала. Соревнования школы безопасности. Традиционные. Мы уже 9 лет побеждаем. 9 у нас таких серьезных побед. И в этом году средняя группа тоже выиграла школу безопасности. На работу в школу приглашают и молодых специалистов. На приглашение откликнулся учитель физической культуры Алексей Костюлин. Здесь он работает уже седьмой год. Вместе с учениками активно принимает участие в различных соревнованиях. В соревнованиях участвует много. Областные соревнования. В основном наш профиль – это лыжные гонки и спортивный туризм. Мы начали заниматься не так давно, может года 4. С веревками связан. То есть ребята должны преодолевать различные дистанции, препятствия. Через овраг, через бревно. Залезти куда-то вверх, там что-то сделать. Слезти обратно. С использованием страховочной системы. Веревок. Это все как бегом делается. То есть он бывает летний, можно бегать бегом. И бывает зальный вариант, когда в зале короткие дистанции. И бывает лыжный на лыжах. То есть дистанцию проезжает. Вот самые такие высокие достижения наших ребят в школе. В здании школы с 2016 года находится и детский сад. Старое здание уже непригодное для размещения дошкольного учреждения. В настоящее время детский сад посещают 33 ребенка. Две разновозрастные группы. С года до 4 лет и с 4 до 7 лет. Работа три воспитателя. В основном это все стажисты. Вот тут у нас Людмила Николаевна Романова. Стаж работы больше 20 лет. На той группе Дибирова Яна Николаевна и Кошенкова Елена Константиновна. Есть у нас еще музыкальный руководитель Семенченко Валентина Георгиевна. Все стажисты. Стаж более 20 лет. Как рассказывает воспитатель детского сада Людмила Романова, ей нравится работать с детьми. И каждый раз тяжело расставаться со своими выпускниками. Но пока об этом думать рано. Сейчас у нее в группе малыши. А для досуга местных жителей организовываются различные мероприятия. Как в Доме культуры, так и в библиотеке. Но раз в месяц заведующая библиотекой собирает чемодан и... Едет в соседнюю деревню для выдачи книг. Благо из 19 тысяч экземпляров есть что выбрать. Кто-то любит читать детективы, кто-то любит читать классику. Ну а дети в основном детективы детские, иронические. Это Матюшкина и Эковитой. Мы проводим мероприятия и со школой, и с детским садиком. Также вот мы проводим Дни деревни Белой. В прошлом году впервые за много лет мы провели День деревни Студеная. Есть в деревне и своя больница, в которой имеется стационарное отделение для тяжело больных и тех, кому необходим врачебный уход. Также здесь размещены 8 коек дневного стационара и 10 сестринского ухода. Кроме этого, в больнице оказываются и другие виды услуг. Поликлиника у нас, амбулатория. Прием терапевтический прием. Детский кабинет у нас есть. Физиокабинет есть. Лаборатория есть. Своя клиническая лаборатория. Так что еще стоматолог ведет прием. Врач-стоматолог. Какая же деревня без своего хозяйства? В основном в поселении живут пенсионеры и все свободное время стараются проводить на огороде. На огороде весной как? По мере возможностей, сил. Что выращиваете? Много лука, огурцы, помидоры, горох. Много всякого по мелочам, которое пригодится в хозяйстве. А вот и Валентина Филипова. Выращивает на своем участке все возможные цветы. Сама живет в Великом Устюге, а в деревню приезжает просто отдохнуть. Здесь вообще мне кажется, что и воздух чище. И я не знаю, но наш поселок, мне кажется, даже по сравнению с Устюгом, чище намного на улицах. Идешь иногда по Устюгу, думаешь, город, все кругом заросло. Даже вот на таких улицах, как Угловская, Угловского, трава никто не косится. У нас на кооперативной. Дом остался от родителей. Как рассказывает сама Валентина Геннадьевна, он уже был старым. И они с мужем решили дать ему вторую жизнь. И теперь перед домом расположено озеро с лягушками и утками. В уголке белочка грызет орешки. А среди веток маленький воробей вьет себе гнездо. Фантазия этой семьи не знает границ. И об устройстве приусадебного участка они решили не ограничиваться. Сарай, баню и дом оформили картинками из пробок. А вот Сергей Милюнас очень любит своих коров. Говорит, они у него особенные. Я корову целый месяц выбирал. Весь Устюг объявил. Нюксинский район. Вот нашел такую. Она была теленочек месячный. Я думал, килограмм 40-50. Оказывается, 109 килограмм. Порода у нее, значит, голландская. Папа печанин был. Выросла вот, выдержал. Три года на ростике, чтобы ее вырастить. А сейчас молоко дается. Сено для своих коров мужчина заготавливает сам. А в свободное время любит собирать из разных сломанных машин новую технику. Вот и этот трактор сделал он своими руками. А для внуков соорудил качели. Живет в Полдарсе и семья москвенных. И не просто живет, а держит целое подворье. В нашем хозяйстве есть корова, годовалый бык, лошадь, два кролика, четыре индюка, один индюк, 14 куриц, 15 петух. Как говорит глава семейства, скучать не приходится. Утром нужно накормить всех своих животных, убрать у них и выпустить на прогулку. Индюки довольно своеобразные. Если ты им не понравишься, то лучше сразу бежать. Но нам повезло. А еще Николай Москвин любит смотреть по телевизору соревнования по конному спорту. И мечтает приобрести себе спортивную лошадку. Конь в хозяйстве уже есть. Это была программа «Сельские будни» и я ее ведущая Алена Белозерцева. Увидимся с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова